Субтитры сделал DimaTorzok 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 делать в общем грязную работу вот я же пока осталась дома потому что мне нужно поехать забрать объектив наконец-то мы заказали новый объектив потому что на нашем фокусировку вообще уже шалит вот я тут с китёночкой вот отмывается от меня вот болгарка кастрюльки сковородки повесить на ней надо запечатлеть этот момент осторожно камушек болтает готов 1 комната на 12 квадратных метров поздравляю алёша тебя пальцы в крови что ж я на своем почетном месте смотрите как я сижу на какой-то краски вот тут вот дверь за которой все находится где там все делают в общем я сбегаю от них вот сюда типа я такая вот и хотела вам показать вот объектив который я купила потому что вдруг кому-то интересно кто-то будет спрашивать хотя я вам сразу скажу я в технике вообще полный ноль но когда мне что-то нужно бывает я по определенным критериям это все ищу в интернете всю информацию просто поднимают вот так вот да сейчас подожди вот и сейчас я вам покажу вот такой вот широкоугольник от canon мы взяли 24 миллиметра стм с большим светофильтром я засранище я проболтала сейчас с вами целый час в перископе я даже пропустила вот это то есть но в перископе можете посмотреть зайти там сохраняется это видео посмотреть что за один час вообще здесь было и что стало вы представляете я все пока трендила мой алёшка смотрите все просто сделал но они с ребятами тут еще бы были два помощника которые вынесли в общем устро все помогли сделали и смотрите последние штрихи часа с другой стороны войну представляете вот такие дела я показывала вот этот вот шкаф перископе он здесь какой-то местный офисный так вот и было и стоит и говорила что если нам отдадут его оставят у нас то я хочу очень классно его отдекорировать и я засниму это и покажу как я это сделаю вот посмотрите здесь он стеклянный и вот такие дурацкие ручки я хочу вот это все покрасить в белый цвет нафиг выбросить вот эти вот ручки и поставить сюда черные такие металлические короче он классный представляете вот здесь вот еще полку поставить и можно прям посуду вот так красиво хранить здесь внизу он тоже ящики есть что-то там держать всем привет дорогие друзья сегодня третий день нашей стройки сегодня мы успели снять линолеум с пола старое покрытие вот завтра будем покупать новый пол скорее всего это будет ламинат сегодня еще успели заделать в дырку заделали ее обычным такой шпатлевка бетонный прям рукой вот так вот беру заделываю и стали мы заморачиваться по поводу всяких там панелей прочей ерунды прямо так вот решили художественно сделать стену и покрасим в белый цвет наверное так что еще мы сегодня сделали вот такой вот у нас сегодня мусор мусор пока не выносим потому что бак полностью забит вот скорее всего завтра его освободят и мы это дело сделаем так что ждем пока все это высохнет и завтра уже будем красить стенами сегодня тоже красить не стали вот немножко попробовали вот здесь вот видно кусочки мои руки под цвет двери ну краска оказалась не очень хорошая я съездил купил новую краску завтра уже будем красить стены и класть пол до скорых встреч это был третий рабочий день третий день стройки нашей студии о это даже круто да всем привет сегодня у нас четвертый день нашей стройки и мы находимся в икеи сегодня мы уже были и в леруа и в студии и в икее я стесняюсь знаете что сейчас произошло гуляю тут по икеи лёша ушел впереди меня на складе я шла сзади него и он поворачивается и кричит мне и аж там я обернулась и и и и кричит мне чтобы я обернулась я оборачиваюсь и мимо не меня проходит знаете кто ирина горбачева сейчас самый-самый популярный юмористический блок можно так сказать ведет в инстаграм в общем очень обалдели лёш побежал за ней чтобы с ней сфоткаться ну я стесняюсь я не знаю я не пошла вот я сейчас под такими впечатлениями находится ну что вам сказать как мы продвигаемся мы продвигаемся ну конечно мы потихонечку мы думали что немножко это все быстрее будет пришлось ну что ж блин мы не строители пришлось несколько раз конечно свои ошибки исправлять несколько раз ездить то не то взяли то там еще что то вот сейчас купили уже столешницы купили пол стены почти покрашенные сейчас уже покупаем кухонную мебель вот на складе вон там алёшкин выбирает вот сейчас берем кухню и иду им обратно студии будем сидеть в студии сегодня аж до 11 часов вечера потому что доставка из леруа нам сказали там в общем когда приедет а когда приедет вчера была очень занята и меня вообще в студии не было там был только лишь он такое коротенькое видео для вас записал так что так ой все я наверное пойду его помогать процесс но это мужской процесс надо тележку держать ему я держу чтобы она не укатилась держу он запихивает он ой 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 что-то я плохо не ладно вот так хорошо держу но хорошо ой вон ирина горбачева вот она видите вот-вот-вот ну что вот мы доехали до студии приехали из икей посмотрите вот сзади меня это то что мы делали проем вот видите тут была зеленая стена она уже покрашена покрашено в принципе все пространство я не знаю мастер уже ушел я не знаю будет ли еще он пока окрашивать вот но вообще идеально бело все как я люблю посмотрите вот этот проем который мы делали мы решили его вот таким вот кривым косым оставить и не пытаться его уравнивать и стена получается вот такая волнистая посмотрите блин как же показать вот может так показать вот видите пол уже весь снят и нам привезут ламинат и будем уже стелить пол посмотрите вот этот вот шкаф который я хотела отреставрировать он стоит и ждет меня я вам сейчас покажу что мы а где пакет из икеи а вот я сейчас покажу вам что мы купили в икее вот и за кейме сейчас привезли вот такие вот черные ручки и и вот такие вот вся мебель у нас будет белая и ручки там какие-то дурацкие идут в комплекте мы всех выбросим и я сделаю вот такие вот и также мой знаменитый шкаф про который я сто раз уже рассказала также я его перекрашив все эти ручку уберу и вот эти черные поставлю еще мы купили вот такие вот белые ноги для нашей столешницы будем столешнице часть будет стоять на шкафах а часть будет вот на таких вот ногах вот ну что еще пакет из леруа стоит всякие уголки для этого для плинтуса внутренние и внешние купили классную вот такую вот раковину смотрите какая она большая обалденная просто и она была последней кстати вот я сейчас тоже вам хочу фишку одну рассказать она была последней мы взяли ее с витрины и представляете однажды когда мы покупали стиральную машину в видео мы взяли с витрины и консультант нам подсказал можете потребовать скидку потому что это экземпляр с витрины и мы зная это покупая вот эту раковину нам консультант говорит а она с витрины мы крыма позовите пожалуйста на менеджера отдела к нам пришел менеджер отдела и мы говорим мы же с витриной забираем экземпляр вы сделаете нам скидку и нам сделали аж 20 процентов скидку представляете вот и в общем короче чем выгодно вот знаете когда вы берете товар в крупных конечно наверное это может быть и магазинах такой ну вот в общем знаете что есть такая фишка вот но он конечно в идеальном состоянии если там хоть одна царапина была бы я конечно не взяла потому что я перфекционист я люблю чтобы все было вот классно и нам позвонил уже курьер из леруа сказал что в течение 30 минут подъедет надо будет разгрузить пол подложки что там мы еще купили плентуса а и столешницы столешницы наши наконец-то все это у нас едет из леруа так что ждем а хочу вам рассказать такую минутка трогательные истории папа умер когда мне было 16 лет я очень сильно папу люблю и очень сильно я папу люблю папа был у меня очень талантливым одаренным человеком во всех областях у него были бриллиантовые руки он мог он в доме делал все так как никто никогда в жизни вообще я не видел чтобы так делал любой ремонт при всем при этом он был очень творческой личностью у него мозг это просто нереально сколько количества книг он прочитал но в общем и так в двух словах чтобы вы понимали и папа всегда у меня с детства ассоциировался у него был такой ящик с инструментами целый комод даже с инструментами и а и вот эти вот плоскогубцы это папины плоскогубцы и сейчас когда у нас стал вопрос сделать ремонт нашей студии мысли уж и ищем людей которые это будут делать ищем человека который воду проведет который электричество сделает который стены покрасит пол положит в нашей ситуации это разные люди и каждый раз сталкиваясь с тем что нужно найти человека мы с лежа говорим блин вот папа бы нам так все сделала представляете и сейчас я иду посмотрела на пол и вижу на полу лежат папины плоскогубцы и мне так приятно стало я прям растроглась потому что увидела частичку папы в нашей студии мне очень приятно что кто-то именно этими плоскогубцами здесь что-то сделаем побежала я то что я лёшу выгнала отцу сказал я стесняюсь это при тебе говорить меня ждет уже в машине все всех целую мы обнимаем пока пока